Мортал Спиритус Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Мортал Спиритус. Меня зовут Малена. Сегодня на экране вы можете наблюдать пламя, устроенное мной во время одного из ритуалов. Все было достаточно безопасно. За ним вы можете видеть бочку, в которой у меня всегда находится песок. На случай чего. Сегодня видео не об этом. Я хочу рассказать историю о человеке, который решил однажды, что ему можно все на территории кладбища. Этот человек был практиком. Итак, ко мне в город приехал один из моих знакомых исключительно для того, чтобы посетить старинное кладбище, на котором есть склепы, которым 300-400 лет, еще до военной захоронения. Действительно, строения там очень интересные. Фактически, размером в комнату. Некоторые двери открыты внутрь, то есть можно зайти посмотреть. Естественно, в вечернее время, потому как за ними очень часто наблюдают, ибо огромное количество вандалов там есть. Итак, мы отправились туда после полуночи. И, признаюсь честно, я согласилась на эту прогулку только потому, что я ванновала из этого своего знакомого. Ибо он хоть и позиционирует себя двуруким, то есть позиции правой руки и левой руки, но персоной он был достаточно взбамошной. Да, работал и с бесами. Параллельно мог позволить себе сходить в фрам, в церковь, пообщаться со священниками, за что гребал, но никогда не желал это признавать. Называл это дурной кармой. Ну и что ж, мы прогуливались, исследовали пространство и в какой-то момент натолкнулись на могилу святого. Есть у нас такой святой Афанасьй Андреевич Сайко, к нему приезжают люди из России. Считается, что он обладает свойствами целителя, экзорциста. То есть это захоронение. Да, я надеюсь, что вы поняли. И вот он его увидел и машинально мгновенно отправился к нему. И, собственно, хотел у него попросить продвижение, вы будете смеяться, своего оккультного блога. Он надеялся, что его узнают, его воспримут, и он сможет заработать очень большие деньги. И он начал обращаться к нему, молиться, просить. Я являюсь очень хорошим медиумом. Я очень просто разговариваю с мёртвыми. Он попросил меня подключиться к могиле. Я, собственно, это и сделала. Я это делаю особым образом. Самый лучший контакт в моем случае — это когда я закапываю руки в захоронении, не очень глубоко, естественно, и становлюсь с ним единым целым. И когда мы поняли то, что контакт произошёл, этот человек начал говорить с Афанасием Андреевичем. Но, как вы понимаете, мало того, что Афанасий Андреевич являлся человеком, который всю свою жизнь прожил в православном эгрегоре, он ещё и является частью всего этого христианского эгрегора. То есть он действительно включён в список святых, хоть и в рамках местного почитания, но, тем не менее, это не столь важно. И этот святой просто через меня надавал ему плевух. Сказал, иди отсюда, ты никто, ты чудовище. Ты человек, который иконы рубишь, а я здесь буду тебе помогать. И вон он пошёл отсюда. И то есть я начала даже изрекать те вещи, которые не могла знать. Он выбросил свой крестик в мусорку, разрубил все иконы, разрубил иконы своей бабушки, которые являлись антиквариатом. И после этого, собственно, ходил в храм. И Афанасий Андреевич ему сказал, что уничтожество, он ноль, и если он ещё раз придёт сюда, то узнает, что такое соприкоснуться со святой силой. Почему не досталось мне? Во-первых, я очень уважительно отношусь к любому эгрегору с большим уважением. У меня одна из прабабушек, которая занималась магией, она работала с христианским эгрегором. Посему мне ничто не мешает войти в храм, я могу это легко сделать, и мне не будет трепать. Ну как это, по крайней мере, бывает в сознании людей. Ну и что же произошло дальше? Этот человек говорит, ага, подожди, ну я сейчас тебе уструю. Открывает ширинку, я успеваю вовремя отлететь, и начинает просто писать на эту могилу и смеяться. Единственное, что я помню, до того, как я на какое-то время отключилась, ну то есть таким образом контакт прекратился. Ну подожди, будет тебе. Всё это закончилось. Как я уже рассказала, я немного потеряла сознание, потом я очнулась, мы 2-3 минуты посидели. На другом захоронении я пришла в себя, я попросила помощи у сил, которые находятся на месте, которые обитают на кладбище, обратилась к барону, маману и прочим духам. Ну мне тогда именно захотелось к духам в воду обратиться. И мы отправились по домам. Естественно, мы ехали на такси, и уже тогда мне что-то не понравилось. Естественно, кстати, сила кладбища тогда очень поднялась и активировалась. Я говорила, ага, смотри, как сильно изменилась энергетика, не нужно было этого всего делать. На что человек мне говорил, ой, да ладно, да что такого я сделала? Я сделала всё то, что делают обыкновенные веретники. Я говорю ему, но ты понимаешь, что веретники, они хотя бы настроены на одну силу. А ты ходишь в храм и мочишься на захоронение. Ты считаешь то, что это вообще нормально? По-моему, бесы не любят предателей. Они мстят. Он, да ничего мне не будет, успокойся, всё будет прекрасно. Я профессионал, я бог по сравнению с этим Афанасья Андреевичем, в сравнении с бесами. Ну, это вот уже был у меня знакомый, который был богом, а это второй бог, так скажем. Так вот, проходит день, я этого знакомого не видела, я даже не знала, уехал он уже или нет. И он мне звонит, помоги, мне плохо, я умираю, вызови мне скорую, я не из этого города, я не знаю, что происходит. И что вы думаете? Я пробегаю в гостиницу, где он остановился, а ему плохо. И у него, прошу прощения, заднего прохода просто брызжет кровь. Я вызываю скорую, я вызываю больницу. Его забирают. И, собственно, наверное, если бы я не пошла к Афанасью Андреевичу и не пошла бы извиняться за него, я не знаю, что с ним бы произошло. И то после этого заболели три его дочери. На следующий день я ещё тогда не пошла делать ритуал. Ещё через три дня его жена ломает себе руку. То есть целая цепная цепочка событий произошла в их жизни. И при этом все три дня, пока происходил этот апокалипсис, каждому даже детям снились отвратительные сны. То есть сплошная чернуха. Хоть эти люди и затронули христианский Грегор, но этот человек. Его семья была достаточно нейтральная. То есть это не христиане, но и не чернокнижники. Но, тем не менее, им досталось очень серьёзно. Каждый из этих людей пострадал. И я поняла то, что нужно просто идти на кладбище и работать с этим кладбищем. И извиняться за него. Естественно, он принёс через меня дары, через меня принёс извинения. И только тогда, когда это произошло, ему стало легче. Вы не поверите, но спустя час ему вкалывали дицинол, потому как ему нельзя было делать никакие операции. С капельницами там тоже было всё сложно. И спустя час после похода моего в храм всё изменилось. И вы не поверите, ну да, три дня у него периодически возникали эти внутренние кровотечения. При этом человек был полностью здоров. И с тех пор, если он сюда приезжает поработать именно с древними захоронениями, он просто мимо обходит это место, он его боится, хоть и говорит, что когда-нибудь он отомстит Ифанасе Андреевичу и вообще разрубит напополам его захоронение. Ну, как вы понимаете, это только слова. Потому как он боится, он опасается. Вообще любая сила никогда не бывает поругаема. За всё всегда бывает ответ, за всё всегда бывает обратная связь. Есть множество людей, которые глумятся над кладбищем, те, кто крадут вещи с кладбища. Ведь есть одно единое правило. Если ты что-то взял, возьми разрешение и принеси замену. Да, мы маги практики, мы берём мёртвую воду, мы берём мёртвую землю. Но здесь важно помнить, если вы что-то взяли, ни в коем случае не берите это без разрешения. Как покойника, так и хозяина и хозяйки. Если что-то взяли, принесите что-то взамен. Взяли землю, ну окей, принесите землю и ещё что-то. Какой-то дар за это. Проценты, так сказать. Потому как силу и энергию будут всегда тянуть с вас. В мире существует баланс. Есть люди, которые отрицают карму, но есть эта работа каузальных и акаузальных полей. Всё всегда возвращается. И даже если человек взял то, что ему не принадлежит, или принёс домой некротику, на которую он не взял разрешение, если это какой-то компонент с земли мёртвых, то, увы, ему придётся мало того, что вернуть, то, что он взял в энергетическом эквиваленте, так и выплатить проценты. Таков закон. Я думаю, то, что про поругание вы всё поняли. И история для многих людей, особенно тех, кому нравится глумиться, издеваться, рушить, разрушать захоронение, безымянное захоронение, я думаю, то, что оно будет поучительной. Ну что ж, на сегодня всё. Берегите себя, своих близких, и, конечно же, как мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо.